Приветствую вас, драгоценные братья и сестры, с вами семья Раковских, Анатолий Викторович у нас за камерой, и я хочу поделиться тем, что дает Господь, тем словом, которое получилось сегодня. Слово, оно обращенное людям, которые живут на этой земле и нам всем. Мы-то с вами знаем Творца, мы знаем, что им мы живем, движемся и существуем, но очень многие люди на планете, они не задумываются об этом. И поэтому то слово, оно в такой поэтической форме, я просто высвободила его в мир, на своей страничке, на портале стихи.ру, и думаю, что люди, которые будут читать это стихотворение, они задумаются, может быть, над тем, что происходит сейчас в мире. Как такой эпиграф к этому слову я взяла местописание из книги и деяний святых апостолов, 17 глава, это глава апостола Павла, который говорит, «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». «Для чего? Для чего Бог нам дал время и место жительства? Чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». Не повторять ошибки «Свое творение возлюбив, решил устроить выходной природе. На карантин людей всех посадив, дал отдохнуть земле в свободе. Свободно от туристов, пикников, свободно от костров и шашлыков, от самолетов быстрых в тропосфере, от катеров и лодок на ривьере. В Венеции вода стала прозрачной, вздохнули облегченно звери на сафари. На пользу передышка, однозначно, и малой птахе, и дрожащей твари. Все путешественники по домам у телевизора собрались разом, а между шоу вздохи тут и так. Помилуй Бог от вируса заразы. Возносятся молитвы повсеместно. Тому, кем движемся, живем и существуем. Вдруг стало всем нам очень тесно. Опомнились и по тебе творить с тоскою. Ведь это ты украсил мир ландшафтами. Руководишь восходами, закатами. Обильно все ты дал для наслаждения. А мы забыли о тебе, отец творения. Дай нам усвоить накрепко урок. Оплакав жертвы, почитав убытки, с тобой вместе подвести итог. И дальше жить, не повторять ошибки.